Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас первая встреча в этом году в рамках лектории «Важная тема». Директор Апатитского межрайонного центра социальной поддержки населения Сергей Николаевич Уликжанин расскажет о новых мерах законодательства, которые произошли с 1 января 2021 года. Сергей Николаевич расскажет о порядке предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта, расскажет о социальной поддержке населения по оплате жилья и коммунальных услуг, а также многое-многое другое. Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу по мерам социальной поддержки, об их изменениях с 1 января 2021 года. Какие у нас были изменения, что у нас нового по предоставлению, в том числе и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, так и по предоставлению мерцательной поддержки касаемо многодетных семей и малоимущих граждан. Согласно постановлению правительства Российской Федерации 31 декабря прошлого года, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг у нас предоставляется в беззаявительном порядке до 1 апреля 2021 года. То есть те граждане, которые необходимо было переоформить субсидию с октября по апрель, им к нам приходить нет необходимости, данная мера социальной поддержки будет продлена в автоматическом режиме. Стоит сказать, что до марта месяца также в автоматическом режиме продлены такие меры, как ежемесячная выплата семьям, имеющих детей до 16 лет, это малоимущим многодетным семьям, которые получают ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующих детей, и ежемесячная выплата на первого ребенка согласно Федеральному закону 418. Данные меры социальной поддержки будут также продлены до 1 марта 2021 года. Стоит сказать еще по субсидии на предоставление по жилищно-коммунальным услугам, что с 1 июля 2021 года данная мера социальной поддержки будет приостанавливаться только в том случае, если будет иметься судебный акт, вступивший в законную силу, или судебное решение по задолженности, по данным услугам. Данную информацию мы самостоятельно будем получать через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. С 1 февраля 2021 года, согласно постановлению правительства Российской Федерации, 73, у нас были проиндексированы часть выплат и компенсаций, в том числе и для семей с детьми, на коэффициент индексации 1,49. В том числе по таким компенсациям и пособиям, как единовременное пособие для женщин, уступивших на учет медицинские учреждения, на учет вставших в ранние сроки беременности, также единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие беременной жене военнослужащей, проходящей военную службу по призыву. Все меры соцподдержки, которые были проиндексированы, а также по автопродлению, есть данная информация на нашем сайте, нашего центра, а также на официальной страничке ВКонтакте. Стоит напомнить, что с 1 января 2021 года была увеличена величина прожиточного минимума, в связи с чем поменялась и региональная социальная доплата к пенсии. Теперь она составляет 15 873 рубля. То есть те граждане, которые получают, например, пенсию, не работающие граждане, ниже данной величины, либо граждане, получающие пенсии по потере кормильца, также будут, обратившись к нам, они будут получать вот эту региональную социальную доплату пенсии по данной сумме. Хочется напомнить, что у нас продолжается работа по предоставлению адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта. Социальный контракт – это соглашение, которое заключает гражданин с нашим учреждением. Цель данного социального контракта – это выход из трудной жизненной ситуации гражданина. И мы помогаем гражданину в поиске подходящей работы, в прохождении перегвалификации, в приобретении товаров первой необходимости, мебели, одежды. Сумма, которую мы можем выделить по социальному контракту, она будет зависеть от дохода в семье. Если доход семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума, и разница между суммами величин по основным социально-демографическим группам населения и одной трети совокупного дохода семьи. Вот эту сумму можем выделить человеку на то, чтобы он приобрел необходимые ему товары или услуги. Также мы активно взаимодействуем с Центром занятости населения, для того, чтобы помочь гражданину найти работу. К соцконтракту прилагается социальная программа адаптации, в которой прописаны все этапы и все то, что человеку необходимо выполнить за период действия социального контракта. На каждом этапе мы ведем индивидуальное консультирование гражданина, помогаем ему всячески, поэтому мы ждем граждан к себе о том, чтобы предоставить им данную услугу. У нас сохраняется предварительная запись на прием, как гражданин может обратиться, а также он может обратиться к нам через портал Госуслуг, либо гражданин может обратиться через нашу электронную почту, либо через многофункциональный центр, который также большинство услуг на сегодняшний день оказывают. Хотелось бы сказать еще, что мы продолжаем работу по вручению знаков «Дети Великой Отечественной войны» — это гражданам, которые являются гражданами Российской Федерации, проживающие на территории городов Апатиты и Кировск, и рожденные в период с 23 июня 23-го года по 3 сентября 45-го. Вручаем мы знаки, либо когда гражданин к нам лично обратился, либо через его представителей, либо у нас есть возможность направить к нему волонтера от Молодежного социального центра. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Молодежный социальный центр, то, что они нам предоставили такую возможность, и нам также помогают в данной работе. На сайте учреждения можно посмотреть информацию касаемо индексации, про которую я говорил, либо о тех мерах социальной поддержки, которые мы оказываем, которым также применено автопродление и телефоны нашего центра, по которому человек может обратиться и получить необходимую консультацию. У нас начинается работа два новых проекта региональных. Это проект «Ответственное отцовство», который проходит по трём стадиям. Это где могут поучаствовать отцы в данном проекте. Это три категории. Это будущий отец, молодой отец и многодетный отец. Также информация по данному проекту и телефоны сотрудника, с которыми можно связаться и получить более подробную консультацию, также указана на нашем сайте или в странице ВКонтакте. А второй проект — это «Семья года». Он ежегодный, этот проект. Также граждане могут в нём поучаствовать. Вся информация уже находится на нашем сайте, странице ВКонтакте. И человек может также к нам обратиться, если есть желание у него поучаствовать. Будем рады вас видеть. Обращайтесь, мы вам всегда поможем и вас проконсультируем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин